И мы продолжаем изучение Мишли, притчи Шлома Мелаха, царя Соломона. Сегодня у нас 16-я глава, 16-е число, 16-я глава, и мы несколько вот этих вот отрывков рассмотрим. Значит, «Леодам Мархелев», написано, первый фасок, первый отрывок, «Леодам Мархелев». Для человека, дороги его сердца, грубо говоря, да? А от Бога то, что Он отвечает, то, что Он отвечает, то, что Он говорит вслух. Значит, что интересно здесь? Ну, миром же управляет Бог, это известно, что Он полностью управляет всем в этом материальном мире. Теперь, а где же свобода выбора? Где свобода выбора? Свобода выбора в голове. То, что человек думает у себя в сердце, да, внутри себя, у него полнейшая свобода выбора. То есть, он может думать так, думать так, объяснять так, объяснять так. Это его свобода выбора. Он может верить в Бога, может не верить, может сегодня верить, завтра не верить. Все это его свобода выбора. Но она заканчивается в момент, когда он произносит что-то вслух. В этот момент это первичное действие, которое уже вышло от него в материальный мир. Вот этим действием уже управляет Бог. То есть, уже с этого момента его влияние в мир вливается в общий план, которым Бог управляет миром. И это уже первичное такое вот, ну, что-то уже материальное, да, уже материальным всем, что в этом мире управляет Бог. Тут написано. Для Адама Архелев, Умаденой Манелашон. То есть, для человека то, что у него в сердце происходит, и человек должен в своем сердце все правильно выстраивать, думать, мышление и так далее. Но результаты все равно зависят от Бога. А первый результат, который зависит от Бога, это то, что выйдет. Объясняет мне сюда Давид. Комментатор, он говорит, вот, то же самое. В руке человека расположить слова в сердце, внутри, в том порядке, он должен это сделать в правильном, в хорошем порядке. А вот уже, когда он это скажет, тогда уже это все идет. Вот такая вот история. Поэтому дальше второй пасук объясняет первый. Второй отрывок, он говорит. Он говорит, все пути человека, они чисты и ясны в его глазах. То есть, чтобы человек у себя в голове не решил, он думает, все, это правильно. То есть, раз он уже это решил, значит, он думает, что это правильно. Значит, в его глазах это все правильный путь. Вот, то хенрухот ашем. Но Бог, он знает точно внутренний выбор. Говорят, что есть у человека два объяснения для его решения. Одно красивое, а другое истинное. И Бог знает, вот все, что у него внутри происходит, подсознание, истинные мотивы, Бог все это знает. Это как бы насчет мышления, насчет того, что выбирает. То есть, ну а мы из предыдущих глав, кто учил, знают, что главное познавать Бога на всех своих путях, и Он выпрямит все дороги. Главное, это то, что я сказал, познавать Его на всех своих путях, по всех своих решениях руководствоваться желанием Бога. Есть еще очень классный пасук, который говорит, Положись на Бога всем своим сердцем, а на свою сообразительность не полагайся. И вот тут вот семнадцатая глава, семнадцатая тебе предложение, мы переходим к семнадцатому предложению. Тут есть интересный тоже такой вот совет, все здесь интересно, да, каждое слово царя Савамона, это высшая мудрость, которая только есть в этом мире. Но в семнадцатой главе, он говорит, в семнадцатой главе, в семнадцатом предложении, он говорит так. Кно хохма, ма то в михаруц. Он говорит, приобрети хохму. Хохма это божественная мудрость, то есть это тора, то есть то, что Бог сказал, аксиомы. Ты их должен приобрести, сделать киньян, то есть сделать их своими, их настолько хорошо знать и понимать, чтобы это были основы мышления. Это как бы называется ликнот, приобрести хохму, божественную мудрость. И это лучше, он говорит, михаруц. Харуц это самое чистое золото, потому что чистое золото, оно дает человеку, ну есть у него золото, за ним сразу бандиты, налоговое, его надо прятать, хранить. Потом он на него купит там каких-нибудь наркотиков, еще навредит здоровью. Ну то есть, а вот это хохма, аксиома, оно у него внутри в голове, никуда не денется, оно его будет направлять по всему, вообще на каждом решении. Вот это надо сделать киньян, правильные аксиомы. И укнот бейна не в харме косов, а тот, кто приобретает бейна, сообразительность, понимает вещь из вещей. То есть он тренирует свое мышление, чтобы понимать, ну бейна это понимать вещь из вещей, то есть сообразительность. Он говорит, это лучше, чем серебро. В чем разница между золотом и серебром? Золото это что-то такое, ну дорогое. Раньше золотом его прятали. Здесь у человека золото, он его спрятал, он его с собой не носит. Это то, что у него, но он знает, что у него есть, и все знают, что у него есть. Он богатый, но увидеть его нельзя. Это вот, вот это хохма, божественная мудрость. А серебро это была разменная монета, то, что он носил с собой. То есть поменял на то, поменял на это вместо денег. Так бейна сообразительность, она лучше, чем деньги. Деньги могут у человека украсть, но сообразительность, он тут же найдет, как их заработать. Поэтому Шлома Мамеллах сказал, что он говорит, кне хохма. Вначале приобрети аксиомы, то есть изучи Тору, что бог назвал хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Без вот этой вот системы первичных столбов таких невозможно жить в этом мире. Потому что иначе будешь все время выдумывать что-то свое, это хорошо, а то это хорошо. Потом один сказал, что то хорошо, третий сказал, это хорошо. Это все, все это дым завода малыша. Пар. А вот если ты приобретешь хохму, это лучше, чем золото. А если ты приобретешь сообразительность, разовьешь свой интеллект...